Друзья, всем привет! Привет, друзья! Такое пляжное начало выпуска. Ну да, это можно... Мы решили, что многие из вас еще не были в Италии или были, но не были, допустим, на Тосканском побережье. Это вот серия курортов Версилия. Туда входит Виареджио, где мы отдыхали ранее, а сейчас вот мы как Матвеевы учили. Лида-ди-Команьоре. Сразу говорю, есть Команьоре, это город в горах, ну так на холмах, а есть курорт Лида-ди-Команьоре в 9 километрах от этого города. И вот мы на этом курорте решили показать вам фляж. Кстати, если вы будете на этом курорте, то в Команьору съездите. Магазин там по таким же ценам, но зато, в принципе, брусчатка, такие мощеные улицы. Можно прогуляться, да. У меня, видите, какой стайл интересный? Я в шортах, типа Майами, я не знаю, или что там. А я стою в рубашке, не просто так, на самом деле солнце какое-то сумасшедшее, вся спина уже обгорела. Нет, сейчас-то солнце может уже не сумасшедшее, потому что 8 вечера уже. Здесь, по сути, с 8 до 9 вечера, до полдевятого купаются. Да, а после идут купаться акулы. Короче, смысл в том, что пляжная здесь гряда, ну песочек, пляж сам достаточно широкий, вот, и если вы ищете пляжный хороший отдых в Италии, то это эти места. Я что хотел сказать, вот вы видите, здесь есть пляжи, ну как Люся сказала, бесплатный пляж, кстати, вот. Это узкая гряда, узкая полоска пляжа, где нету зонтов, где только самопальные, так скажем, где нету лежаков. Это, вот видите, с левой стороны синие, с правой бежевые, это, соответственно, платные пляжи и так далее же, они там на всем побережье в ту сторону и обратно в сторону Виареджио протянулись. А вот эта гряда, их несколько полосок здесь, бесплатных пляжей, это, кстати, очень хорошего уровня пляжа, никого мусора, все убирают. На нем также есть и, в том числе, как сказать-то, спасатели. Короче, ну то самое забавное следующее. Если ты зашел в море, вот за эту палку, это приблизительно такие отделены так пляжи друг от друга, с бесплатного на платный, тебе ребята, которые должны тебя спасать, не только кричат, что, мол, там далеко не уходи в море, потому что волна, они тебя просят, вот так вот рукой показывают, давай, давай, типа, правее, давай, давай, правее. И таким образом, типа, выгоняют тебя с этого кусочка бесплатного, точнее, платного моря. Вот. Ну, каждый вечер, соответственно, бесплатный пляж вот таким вот действием, точнее, платный пляж собирается мусор, как какой-то газончик, он делается в приличный вид. Ну, а так, на самом деле, тут пляжи все шикарные. Я не знаю, понятно вам расстояние или нет, но вон, вот вдалеке, вдалеке. Метров, короче, наверное, 150-300 даже, наверное, пляж шириной. Если вам нужен пляж и плюс интересные места, то это плюс-минус Тоскана, потому что здесь есть, ну, во-первых, в округе, сами курорты в итальянском стиле, его архитектура. Плюс рядом Флоренса, рядом Лука, рядом Пиза. В Пизе особо делать нечего, но посмотреть этот, так скажем, архитектурный комплекс вполне себе можно. Пару раз сюда заехать, точнее, даже один раз приехать, 20 минут погулять, и потом пойти в кафешку где-нибудь рядом, на которой рядом будет находиться с этой башней. О, собачка, привет! Ладно. О, вот, кстати, тоже особый кайф побегать здесь вдоль моря. Друзья, запарковали свою Toyota у автогриля. Это такие площадки, на которых вот стоят машины, соответственно, можно пойти в ресторан, как раз-таки такой под названием автогриль, там магазин, ресторан, поесть, купить воды. Она тут очень дорогая, вот, плюс на этих парковках, ну, на этих площадках есть еще и заправки. Сразу же говорю, что все заправки, все заправки в Италии, которые на трассе, они существенно дороже, чем если вы съедете в какую-то маленькую деревушку. Короче, это сервиза с сервисом 1.8, а без сервиса 1.65. Тоже, кстати, если написано self, то вы можете заправить машину свою самостоятельно. Если написано servizio, то, значит, вы заплатите за это servizio. К вам подойдут, возьмут деньги, рассчитают вас, но при этом вы заплатите, там, получается, на 15-16 копеек, центов больше. Дальше по трассе заправки еще более дорогие, порядка 1.8, в принципе, даже без сервиса стоит бензин. Мы заправляем за 1.45, 1.50, заправляем в небольших деревушках, где мы и живем сейчас, на курорте именно. Вот, туалеты, кстати, бесплатные, в отличие от Германии, в Германии они все платные, эти все туалеты. Вот, ладно, мы пока не пойдем и кофе хотим купить. Вот, вы можете купить на таких заправках бутерброды, как правило, они есть везде. Ну, гамбургер не советует, эти все бутерброды достаточно вкусные. Вода очень дорогая, порядка 2 евро стоит 1 литр, либо 1.5 литра, в зависимости от того, что сейчас просто есть на этой заправке. Ой, в этом заведении. Что касается, в принципе, магазинов, то 30-35 центов за бутылку воды можно найти легко. Зато всякие такие вот прикольные штуки есть. Это что, чипсы? Фига себе чипсы. Не, просто, ну, высота ладно, но размер чипсов очень большой. Еще иногда тут бывает очень дешевое вино, буквально по евро 35, евро 50. Вот, ну, что-то мы сейчас его найти тут не можем. Ладно, мы тут стоять не будем сегодня, вот, большой очереди. Стоят, кстати, они очень близко, точнее, очень узкие парковочные места. По поводу машины, кстати, расход у него в среднем сейчас, если мы едем 130, порядка 8 литров по трассе на скорости 120-130 км в час. Это очень даже приятно, потому что немного бензина тратится. Универсалов очень много в Италии. Ну, это сейчас, ну, это старый, это сколько, 307-й универсал. А так вообще даже новых мерседесов и так далее. Вот и второй Porsche Cayenne, который я сейчас вижу за эти 5 дней, что мы в Италии. Очень редкие машины здесь. И два таких итальянца, помоложе и постарше. Едут отец с сыном, а мы их снимаем. Сын заметил, улыбается. Вот так вот видно. Видите, мерс, конечно, вообще зачетный, очень красивый. Извините за, возможно, плохой звук. Мы просто так, как видите, в пути. И петлички нет возможности надеть, а то иначе мерс выпустили. Вот едем гулять во Флоренцию, потому что жарко на пляже. Мы решили прокатиться. Хотя я вам сниму этого стильного пацана. Пацану, куда едешь? Бу-бу-бу-бу. Я сразу же вспомнил, там гир, почему-то они тут с Хамонтом рассекали. Баксон и Хамонтом рассекали на Ягуарах, по-моему. Я думаю, что по декорациям вы уже догадались, что мы в каком-то историческом итальянском городе. Да, это город Лука. И, кстати, знаешь, как символично получилось? Мы же на радио. Мы когда на радио нам рассказывали про этот город, закончили словами следующими, что, мол, это такого уровня город, в который хочется обязательно... В который хочется вернуться и еще раз прогуляться по этим маленьким улочкам. Слушайте, и вот мы вернулись. Маленькие, русские, красивые, много башен, церквей. И знаете, вот чем мне очень нравится Лука? Мне нравятся вообще все итальянские города. Но Рим, Милан, эти города, они хоть и красивые, но они современные. А Лука, это город, которого практически не коснулся прогресс. Да, посмотри, я ожидал там подъезд увидеть, а там деревья. Да, ну это просто окно помыто, Матвей. Старый город обнесен стеной, причем это стена, которая сверху имеет площадь, по которой можно гулять, ходить в тени деревьев, открываясь от жары. Вопрос в другом. Мы даже заехали сегодня. Кстати, зона парковки поделена на несколько уровней. Мы сейчас на первом уровне. Это голубая разметка. Нет, это не про голубую разметку, про это я уже говорил. Я про зоны парковки на Луки. Есть более дешевые, они за пределами стены, а есть более дорогие. Мы сейчас на более дорогой, но через час, с 8 часов вечера, она бесплатна до 8 утра. Поэтому мы, собственно говоря, за полтора часа заплатили. А дальше мы будем, получается, экономить. Знаете что, вообще мне, чем вот, мне особенно нравится город Лука, дальше там вам наш оператор, этот, Матвей, типа, снили. Слушай, ну хорошо, ладно. Друзья, ты можешь продолжать, давай, это мы все ставим. Ну что, оператор Матвей, давай, 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 домохозяйка, давай, хозяевушка. Давай, домработница, давай, давай, давай. Ты знаешь, что я ничего не делал. Взял с собой в Италию, отдых оплатил и шмоток купил. На это. А я вот в старом хожу, 4 года назад покупал, кстати, в этом же автобусе. Я в Новых Санкт-Петербург. Вот, а вообще, что хочу сказать, мы уже, знаете, сегодня какое число? Сегодня 16 июля. Мы уже, получается, 10 дней как в автопутешествии. 4 дня мы ехали, ну как 3 дня мы ехали. То есть мы выехали 6 в ночь, а 11 ранним-ранним утром, ну, кто подписан на мой инстаграм, тот видел это короткое видео. Мы как приехали, я сразу же побежала к морю и сняла море. Это было, наверное, 4 часа утра. Море меня встретило такое спокойное, ласковое. И, ну, кстати, вот она... Опять это кстати. А на следующий день уже почему-то море было неспокойное. И мы прямо пугались от волн. Мы не знали, что пляж пологий на километр. Вот, друзья, у кого из вас маленькие дети, очень рекомендую Тосканское побережье, потому что вот действительно широкие пляжи, песочек и очень-очень-очень пологий вход, причем долго. Друзья, вообще город Лука называют городом ста церквей и высоких башен. Ну, в общем-то, это абсолютная правда. Хотя, к сожалению, за моей спиной вы пока не видите ни церквей, ни башен, но мы вам их обязательно-обязательно покажем. Вот, и вообще город Лука – это оперная столица Италии. Так считают не только итальянцы, но, в общем-то, и весь мир. Потому что в этом легендарном городе родился великий итальянский композитор Пучини. Он родился и жил здесь, и творил. И, кстати, в Луке есть его музей. Это дом как раз, где он жил и родился. И мы посещали этот музей в прошлую нашу поездку. В общем-то, музей интересный. Рекомендую к посещению. Будете в Луке, обязательно сходите. А также здесь долгое время жил еще один великий итальянский композитор Паганини. И, в общем-то, приятно гулять по улицам, где творили такие великие люди. Здесь как будто бы время застыло. Но при этом время не состарило этот город, а наоборот, как сказать, облагородило его черты. Город действительно великолепный. Друзья, город Лука. Это номер два. Первый раз у нас не все получилось снять, потому что просто начали гулять, съели пиццу. Но в этот раз больше полезной информации и больше интересной информации. Вот это вот паркомат. И здесь вы можете прочитать все правила парковки с 8 до 20 расценки, а после 20 до 8 часов утра бесплатная парковка. Тут, правда, насколько я понял, 1 евро в час, в отличие от первой зоны, это зона 5, где 1,5 евро в час. Но я положил евро 20 копеек, и этого было достаточно. Приехали мы в 6-10. Поэтому у меня получилось чуть больше евро за 2 часа. В общем-то, берете билетик, либо будет тикет написано, либо такая галочка, либо зеленая галочка, и кладете под лобовое стекло. Вот таким образом. Я не знаю, кто тут ходит или ездит. Ну, видимо, не ездит, видимо, ходит и смотрит наличие. Видите, 18.07 до 8.56. То есть у меня получилось даже за 3 часа 1 евро. Друзья, иду покупать дочке мороженое. Сейчас подсниму для вас итальянское мороженое. Малышка, какое ты будешь? Я хочу вот такой шоколадный. Смотрите, два шарика стоят 2 евро. Так, себе тоже должен купить мороженое. Пожалуйста, берите банану и коку. Я имею ввиду, а не ввиду? Папа, возьмите? Да, да. Возьми такой же, как у меня. Не, не, я взял разное в этот раз. Мы поменяем с тобой. Ты иду попробуешь, а я это хорошо. Два? Два. Окей. Спасибо. До свидания. Оно очень быстро тает, это мороженое. И от того оно еще вкуснее. Ну, откровенно говоря, скажу вам по секрету, основной шарм в итальянском мороженом, то есть основной мой интерес к нему не в его вкусе, а в самой Италии, потому что жара такая, что ты ешь холодненькое, которое очень быстро превращается в жидкое, и от этого особый кайф. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.